Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание 28 главы книги Деяний. Мы узнаем о том, как завершилось путешествие апостола Павла из Кесарии в Рим, что апостол Павел делал на острове Мелит или Мальта, и что потом происходило с апостолом Павлом в Риме. Итак, как мы помним, в конце 27 главы судно, на котором плыл апостол Павел, оно полностью было разрушено и разбито волнами, и 276 человек, все, кто был на этом корабле, спаслись на сушу и на берег. Это был остров Мелит. Апостол Павел замечает, что жители острова Мелит, как он называет, варвары, приняли их очень благосклонно и оказали немалое человеколюбие. По причине дождя и холода, это спасение в шторм, оно происходило в очень плохую погоду, стали собирать хворост и разжигать огонь для того, чтобы согреть всех этих 300 человек. И вот здесь происходит такой интересный случай, который раскрывает перед нами такое немудреное богословие жителей этого острова. Апостол Павел набрал множество хворост, и вот в этом хворосте, который набирал, спряталась змея. И когда апостол Павел кинул этот хворост в огонь, то от огня эта змея выскочила, ядовитая змея, и повисла на руке апостола Павла. И жители этого гора, этого острова делают такой очень интересный для себя вывод. И вот, наверное, говорят они, этот человек убийца, когда его, спасшегося из моря, суд Божий не оставляет жить. Ну вот раз такое с ним произошло, только-только он спасся, да, и вот и тут ядовитое животное, оно хватает его, очевидно, это какой-то особый знак богов, этот человек, наверное, страшный преступник. Но через некоторое время их настроение меняется. Они видят, что с Павлом ничего не происходит. Он встряхнул змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ждали, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым. Но видя, что ничего с ним не случилось и не происходит с Павлом никакой беды, они переменили мысли и говорили, что он бог. Ну, да, мы видим, что перед нами жители острова Мальты, которые, скорее всего, были язычниками, и вот, как мы видим, такое наивное восприятие тех событий, их, может быть, мистической подоплеки, да, которые демонстрируют жители этого острова. Вот такая, с одной стороны, простота совмещалась у них, как говорит апостол Павел, с человека любим, но мы можем даже видеть здесь определенного рода такую богобоясненность. Апостол Павел не только сам избегает беды, но, как и везде, где бы он ни пылялся, он сам другим дарит любовь, и в том числе и любовь чудесного свойства, которое он обладал. А именно, отец начальника этого острова, начальника этого острова звали Публий, он лежал и страдал горячкой, то есть жаром и болью в животе. В греческом тексте это боль в животе называется термином дизентерия. Но какая болезнь имелась в виду в то время, мы сейчас не можем восстановить, тем не менее апостол Павел исцеляет этого человека. Проходит сезон, и через три месяца, когда вновь наступает сезон навигации, апостол Павел отправляется в Рим. Это путешествие описано с 11 по 15 стих 28 главы книги «Деяний». Через три месяца они садятся уже на другой Александрийский корабль, мы видим, что уже это второй корабль Александрийский, который при этом циркулирует между Александрией и Римом. То есть, очевидно, это уже были такие известные всем рейсы. И Лука доносит до нас название этого корабля. Этот корабль назывался «Диаскуры». И на этом корабле они отправляются в Рим. Отплывая от Мальты, они начинают плыть на север и прибывают на остров Сицилия в город Сиракузы. Там они находятся три дня. Из Сиракуз они прибывают в город Регий, который находится на оконечности Пенинского полуострова, выражаясь так фигурально, фактически на самом носке вот этого итальянского сапога. И потом их путешествие продолжается далее на север, в город Путиолы, который сейчас носит название Пицциоли, до города, который называются Тритаверны, Три гостиницы. И затем апостол Павел вместе со своими спутниками прибывает в город Рим. Я напомню, что апостол Павел путешествует не один. Вот все эти 270 человек, но, наверное, все-таки за исключением команды корабля, но все равно это больше 200 человек, которые сопровождают Центурион и Юлий. Вот все они, вся эта большая группа людей, они притремают это путешествие, и все они вместе приходят в Рим. И что происходит в Риме, описано в стихах с 16 по 29. Что апостол Павел застает в Риме? Какую ситуацию? Центурион передал узников военачальнику, а Павлу позволено было жить особо с воином, стерегующим его. Мы видим, что апостолу Павлу доверяли, который, он показал себя с лучшей стороны в этом путешествии, во многих очень прискорбных ситуациях. Очевидно, Центурион Юлий, он мог сам убедиться в благонамеренности апостола Павла и засвидетельствовать ее перед властями. Поэтому режим содержания апостола Павла был достаточно свободный. Никому не препятствовали приходить к нему. И вот первая же встреча апостола Павла в Риме с римскими иудеями. Интересна их реакция. Во-первых, они говорят, что никаких дурных вестей об апостоле Павле в Рим не доходило. Более того, что те иудеи, которые пришли к апостолу Павлу, они проявляют определенную роду любознательность. Впрочем, нам желательно слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении, о каком учении, все везде спорят. Мы с вами помним в предыдущих главах книги «Деяний» историческое свидетельство, которое соотносится и со свидетельством римских светских историков, что император Клавдий, иудеев, волнуемых Христом, изгнал из Рима. То есть, в общем-то, споры в иудейской среде между иудеями из христиана и теми иудеями, которые еще не приняли Христа, они были и, в общем-то, давали повод для волнений римским властям, следствием чего и была высылка иудеев из Рима. И мы помним, это связано с историей и общением апостола Павла в городе Каринф с христианской семьей Акилы и Прескилы. «И назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе и законы Моисеева и пророков». Здесь, где писатель Лука передает в очень важных для нас подробностях вот эту ученую беседу апостола Павла с иудеями, которые не могли довольствоваться просто объяснениями апостола Павла. Им нужно было доказательство, что Иисус, именно Иисус из Санта-Ред, он и есть обещанный проклям и Христос, им нужно было доказательство от Священного Писания. И интересно, что Лука здесь очень точен, указывая те источники, которым пользовался апостол Павел. Потому что выражение «закон Моисеев и пророки» это именно термины, поскольку все книги Ветхого Завета, канон Ветхого Завета иудеями делился на несколько частей. Это Тора, закон Моисеев, пророки, Невиим, и учительные книги, Китувим. И Лука в данном случае здесь говорит, что апостол Павел спорил и объяснялся с иудеями, используя священные книги, то есть Пятокнижие Моисеева, Тора, закон, и книги пророков, Невиим. Это не случайные слова, это не просто описание того, что делал Павел. Здесь, повторюсь, Лука очень терминологически точен. Конечно, во время этого спора произошли разделения. Одни убеждались словами апостола Павла, другие не верили. И более того, что даже когда они ушли, то много спорили между собой. И апостол Павел, очевидно, когда уже что-то не могло убедить этих людей, он приводит в отношении них цитату из пророка Исаии, которая, на его взгляд, характеризует их внутреннее состояние. Это пророк Исаия, 6 глава, стихи 9-10. «И пойди к народу сему и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, ушами с трудом слышит, очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исстрел их». Ну, понятно, что, с одной стороны, это слова о неверии иудеев, которым обращался апостол Павел, но вспомним, с чего начинается 6 глава. Это как раз тот знаменитый библейский сюжет, который лег в основу стихотворения Пушкина, пророк, о том, как шестокрил и Серафим, он вложил уголь, горящий в уста пророка Исаии, когда Исаия на призыв Господа, кого я пошлю к народу, ему сказал, вот я, пошли меня. И чтобы очистить уста Исаии Словом Божиим, мы видим в описании этой главы такую удивительную картину, как ангел Божий берет с жертвенника горящий уголь и прикасается к устам пророка. И, конечно, вот в этом смысле строки этой же главы о том, что иудеи не слышат пророческие слова, их нужно воспринимать в некой целости вот с этим сюжетом диалога Исаии с Господом, да, и вот этих действий ангела Божия, который наполняет Исаию пророческим духом. Завершается книга деяний как будто бы внезапно. Вот такой цитатой. «И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему. Проповедуя Царство Божие, уча Господи Иисусе Христе со всяким дерзновением, невозбранно». Да, вот как будто бы внезапно заканчивается книга деяний, хотя, да, мы не можем сказать, что это происходит прерывание на каком-то, ну, очень важном месте, да, и все-таки здесь какая-то законченность присутствует. Но очень хотелось бы узнать, а что же будет дальше, но в книге уже для этого нет места. Возможно, это было бы стояно какими-то техническими причинами, потому что размер пергамента, на котором писали, его невозможно было увеличить. То есть, если ты купил пергамент определенного объема, да, то ты, если пишешь книгу, обязательно должен был уложиться в указанное количество листов, и с этим уже ничего не поделаешь. Поэтому некая скомканность в завершении этой книги, она присутствует. Но мы с вами имеем церковное предание о том, что это были первые узы апостола Павла, которые закончились для него оправданием, что после этого он продолжал свою миссионерскую деятельность и пострадал уже при императоре Нероне во время вторых своих уз. И здесь бы мне хотелось привести свидетельства из других посланий апостола Павла, которые, возможно, относятся как к этим первым узам, так и к последним узам, когда апостол Павел уже принял мученическую кончину. Послание к Ефесянам, 6 глава, стихи 18-20. «Устами моими открыто, с дерзновением, дано мне было слово возвещать тайну Евангелия, тайну благовестия, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Вот эту цитату из послания к Ефесянам трудно атрибутировать и понять, именно к какому, к первому или второму заключению апостола Павла они относятся. А вот следующее свидетельство из послания апостола Павла к филиппийцам. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце своем, в узах моих, при защищении и утверждении Евангелия. Так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Опять-таки здесь речь идет о тюремном заключении, но какое именно первое и второе мы понять не можем. Послание апостола Павла к Колосиным. «Молитесь о нас, чтобы Бог открыл нам дверь слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах». А вот следующая цитата из послания апостола Павла к Филимону, скорее всего, имеет прямое отношение именно к этому периоду жизни апостола Павла. И известно, что послание к Филимону написано из Рима. Вот что пишет святой апостол. «Я хотел при себе удержать его». Речь идет об Анисиме, которого с рекомендательным письмом апостол Павел отправляет к Филимону, потому что Анисим был раб Филимона, он что-то, чем-то провинился, возможно, что-то украл и бежал в Рим. Но, прибежав в Рим, он там обратился в христианство, и апостол Павел отправляет Анисима обратно к своему хозяину и просит принять его уже не как раба, а как брата во Христе. И вот именно в послании к Филимону он пишет следующие слова. «Я хотел бы при себе, то есть Анисима, удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах злоблаговествования, а вместе приготовь для меня помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам». То есть апостол Павел здесь говорит как бы о скорейшем освобождении каковое скорее всего и произошло. А вот послание апостола Павла к Тимофею, которое является одним из поздних посланий апостола Павла, возможно, говорят нам о последних страдальческих и мученических узах апостола Павла. Хотя это гипотеза, но тем не менее я приведу слова из послания апостола Павла к Тимофею. «Да даст Господь милость до мани Сифора за то, что многократно покоил меня и не стыдился уз моих». И вот, говоря о том, что он проповедовал Евангелие, он пишет «За Евангелие я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Впрочем, нашим зрителям, любознательным я предоставляю возможность самим судить об этих отрывках из послания апостола Павла, которые говорят о тюремном заключении, и, возможно, ваша, скажем так, любознательность, ваши какие-то догадки помогут вам самим определить, к какому периоду заключения апостола Павла они относятся, будь то узы в городе Кесария или узы в Риме, описанной в книге Деяний, или же речь идет о последних узах апостола Павла. Если мы хотим, скажем так, в большей полноте понять содержание книги Деяний, в качестве совета очень полезно после книги Деяний прочитать второе послание апостола Павла Коринфянам. Вне всякого сомнения, оно очень сложное по языку и по содержанию, но оно дает очень много автобиографического материала, который вы сможете дополнить свои знания о жизни апостола Павла, содержащейся в книге Деяний. Деяний. Продолжение следует...